Евангелие от Луки, 22 глава, 24-27 стих. Был же и спор между ними. Кто из них должен почитаться больше? Он же сказал им, старик господствует над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший. И начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Любое начальствование связано с почтением. Обращение какое к нему больше он получает? Намного больше. Вот министр просвещения, или там путей даже сообщения, получает больше зарплаты сельского учителя в 3850 раз. Почему же люди допускают такую несправедливость? Я не говорю о меньших, а о больших. Но будет строгое взыскание. А он вообще ничего не делает. Учитель убивается, излишние уроки у него. Ученики непокоривые. Работать просто невозможно. Ну, так вот поставлено. Но главное, что у ученики-то это все перекинуло на церковное. И люди, которые идут сегодня в священники, очень и очень многие корыстными целями подталкиваются. Вот я буду там. Он заранее знает, что служить, как, сколько будет денег, какой приход, приход иной. Такой приход, что весь район, может быть, столько не получают священники. Совсем мало получают сельских приходов. И тех, которые платят много. Харис рассказывает сейчас о себе. Он обратился у баптистов. Он говорит, я когда-то ходил в православные храмы. И там было как, сколько платили. Но я посмотрел, это больше средней зарплаты тогда. Ну, примерно в сто раз. Это невероятно. Это в годы советской власти вообще за деньгами-то смотрели. Он говорит, ничего открывать. Это все знали. Но артисты высокого ранга, они знают, за что платят. У нас наоборот. Я служащий. И определяется по тому, скольким людям ты услужил. Здесь все наоборот. И поэтому переносить на небесное нашу земную иерархию, это неверно будет. Начальник пользуется каким-то уважением, да. Но вдруг считаем, с начальствующим будет строгий спрос. Соломон говорит, с начальствующим будет строгое взыскание. Почему златоуз говорит, намного легче подчиняться, чем командовать. Поэтому в семье труднее намного мужу, чем жене. А жене вообще не надо. Она может как бессловесная быть. Бессловесная. Я вот кошки наговорю, ничего ты мне в ответ не скажешь. Довольно видна она. Не может она высказать. И ты вышла замуж, превратись в камень. С тебя ничего больше не надо. Не спросится. Он несет ответственность за тебя. А ему-то ответит Бог или не ответит. Да расслышит голос или не расслышит. Надо понимать правильно. Я тоже про себя скажу. Я когда обратился, маленьким начальником мог быть. Я на армии работал прорабом. Но я стал просить у Бога, Господи, дай мне такую работу, чтобы головой я не работал. Чтобы я мог целый день молиться про себя, размышлять. И Бог дал мне рубанок, керочка, ложить кирпичи. И вся жизнь на этом прожил. Я благодарю Бога, что не выбился в неделю в начальнике. Никому ни разу, главное, не позавидовал. Ну, конечно, мало получал, но голова моя была всегда свободная. Это главное. Что ты ищешь? Если верующий, взвесь за и против. Какое у тебя будет строгое взыскание сегодня, видишь, обманывают, разные кризисы назначают. Рабочие на тебя будут злиться. А так отработал где-то у станка, особенно на нижней работе где. Да вот работы нигде нету. На стройке всегда требуется. Пойдите туда. Благодаря Богу научись прославлять его за самую маленькую должность. Кусок хлеба. Вот это главное. Все учатся. А что учатся-то? Недавно статистику дали. У нас 135 миллионов человек в стране. Перепись показала. Где-то 105 миллионов, которые ничего не производят. Там учителя, приставы, армия. Остается там. Но в эти 30 миллионов попадают только те, которые работают. И их дети, которые... Это все. Вот и считай. На одного работающего сколько у нас уже? Уже цепляется три человека. Кто из вас больше? У них спор был между собою. Интересно послушать бы спор, записать и на русский язык перевести. Я первый пришел. Конечно, это важно. Андрей мог даже наседать и на брат. И я первый пришел. Первому я, ясно дело, почетное место. Но мне он сказал, что в лечи царство небесное. Не открой и не войдешь. Может быть они на таком уровне разговаривали. А я на груди, прямо у Христа, у груди лежал. Ну, что-то они могли сказать-то. Если спор был, то спор должен подтверждаться какими-то данными. Почему они спорили об этом-то? Если я на какую-то должность претендую, а сегодня бывает конкурс объявляется. Ну, это везде, где настоящие работники нужны. Ну, какие-то задают задания им, как они отвечают. Так же. Вот. И у христиан это все такое же. Ты хотел быть священником, нет? Я никогда. Это было одним из самых часто повторяемых, кошмарных слов. Когда я вдруг видел во сне, что меня поставили священником, и я горько плакал. Как это могли меня поставить? Но ни разу не видел себя, чтобы я был служащим. Ни разу. А то, что поставили, это я видел. Бог услышал мою просьбу к нему, и он так сделал. Другие бьются, и к епископу не попадут. Меня разные. Даже метаполит Виталий прям настаивали. Вы не выйдите, пока не рукоположим вас. Отсюда уезжал епископ Иниамин, меня привез там, где молятся, в Москве. Вы должны поехать только священником в Америку. Бог меня спас. Спас. Я как птица из сети ловящих избавился. И хорошо, что не получилось. И не было так. Потому что меня бы никогда не удержать. Теперь бы был просто попрострига. А так нет. Господь это дает. 1 Коринфянам 13.4 Любовь. Вот первое главное качество, по которому определяется человек по своей должности. Долго терпит. Долго терпит. Даже против тебя кто-то что-то сделал. Никогда не надо на этом восстанавливаться. Я сам согрешаю. Да махни рукой на это дело-то. Главное, человека сохрани. Дальше. Милосердствует. Ну помилосердствует. Ну ошибся. Ну неправильно сделал. Ты верующий верующий, я верующий. Ну помилуй. Тебя же Бог прощает. Рассказывает. Священник один против сделал там неправильно. Согрешил там где-то не тот. Пилил лес или где-то частное было. Его судили. И судили свои крестьяне. Вы слышали, такое было адвокат Коня. Один из самых известных, как хирург Пирогов. И он в защиту священника вроде выступал и сказал. Скажите, а вы верующие все? Да, все верующие. На испырь ходите, да? А почему ходите? Наверное, что-то согрешали, да? А кто вам прощал? Да вот батюшка. И сколько раз? Ну каждый год ходим на пост. А он один раз сделал, и вы не можете прости. Они голову опустили, и все пошли. И с батюшкой не стали судиться. Надо найти еще сказать, еще нужно. Да ты сам знаешь, много раз согрешал. Ну что уж так прям сцепился. А вот он мне сказал, он там подножку подставил. Да про меня молву пустил. Ну стоит ли это так уж ставить в смертный грех-то? Это твой авторитет, а я его ни во что если не ставлю, то и нужды нет. Император Пеодосий услышал, когда ему сказали, побуждая его наказать Антиархию, что его статуи сверли. Да они тащили статуи, все лицо было в грязи. Он протер лицо золотого цвета, говорит, да нет, вроде чистое. Да только не ловь статуи. Ну я войска введу, я сейчас убью тысячи людей. Войска-то наемные, они не будут разбирать. Малые, малые или старые. Подряд крушили все. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. Какие качества? Я много не считаю. Ну остановись, вот по буквам прочитай. Медленно-медленно и скажи, не завидует. А завидовал я кому или нет? Это такой грех, который трудно обнаруживается в человеке. Может, вам не видели, а может, я его и сам не знаю еще, этот грех. У меня все до потрясения буквально. Говорят, я напишу стихотворение, оно написано, и посылаю где-то. И если там священство задевается, я говорю, они не учат там или что-то такое. Как горох сыпется от меня из друзей, священники. Именно священники. Я знаю, что так будет, но каждый раз это потрясение. Да какое же состояние? Когда даже не тебя конкретно. Я вообще сказал, через резу просматривается контур погоны. Я написал, что они завербованы, щекисты и прочее. Звание давали, повышали. Ну, командировка ему, стан врага была. Ну, было же, один в поле воин. Помните, шпиона засылали куда? Так и эти священцы. Они заканчивали с партийными билетами и засылали их, чтобы изнутри развращать и прочее. Ничего тайного-то нету, это все известно. Напился священник один, вот такой был слабый-то, на кладбище уже побирался-то. А у него полезен в карман партийный билет. А баптисты его взяли, его развернули. И на него же рядом с его лицом мы сфотографировали. И показывали. Ну, вот вы говорите, нет, ну, вот. Ну, бывает, значит, мы, я не знаю уже. Первое Петра 5.5. Так же и младшее. Повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, а облекитесь смиренно мудрем, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Стоит Бога только прославить за то, что Он допускает, и как обстановка сразу меняется. Не мстите за себя, возлюбленные. Доверься Богу. Особенно тяжко бывает, когда неверующий муж, а жена верующая притесняет, унижает, насмехается, терпит еще это наполовину. Но бывает прямо притесняет. И не просто притесняет, а с физическим насилием. Прославь Бога, это твой крест. Я встречался с такими, не просто так, а через топор переходилось перешагивать. И в реанимации ее отхаживали. И она не ушла, не бросила, а потом Он обратился. Это все перед Богом. Первое Петра 5.6. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Да вознесет вас свое время. Кто старше? Да кто смирится? Тот и старше. Конечно, если я здесь обладаю должностью, за всем смотрю, а поневоле начинаю с этой высоты уже смотреть. Ну помни, над тобой Бог есть. Человек нечаянно это сделал. Но и не надо умирать от замечания. Вот о чем я хочу сказать. Хотя ты большой, сам себе и умный, но с кем не бывает. Сказанное никогда не держи где-то там. Как будто никогда не было. Надо Бога просить, чтобы было забвение. А разве просят? Есть икона на прибавление ума. Продается икона специально. Почему не продают икону? Для того, чтобы ума убавилась. Я много чем занимался. И это мешало мне. Но уже буквально в первые дни, как я обратился, я помолился Богу, Господи, избавь меня от этих знаний. У меня знаний было море, сколько я занимался тогда. Удали это от меня все. Я встал, как будто ничего нет. Новая программа заложена. Бог просто переформатировал разум мой. Встал вообще, как будто никогда ничего не было, не занимался. Вот и все. Оказывается, молиться надо еще и о забвении плохого, чтобы на молитвы это никак не приходило. И помнить, кто просил молиться. Об этом надо так помнить, что будто бы это немощь, болезнь, скорбь. Постигла меня. И так это близко. Бодрствуйте молитвы. А себя бодрствуйте. Помните, о чем говорить. И не будьте, как искушающие Господа. Приготовь себя к молитве, Сарахов говорит. Приготовить надо себя. Всем ли простил? Немножко подумать. А может, действительно я на кого-то что-то имею? А может, где-то я возгордился, сам того не замечаю, считая, что мне все позволено. Ведь это рядовому легче узнать. А чего я горжусь? А вот высший, стоящий, да если еще как епископ подает власть безраздельную, он может и ограбить священника, и судиться с ним нельзя. Вот закон какой. Это нигде больше в мире такого нет, как у нас в церкви. Ни суда церковного не было, ничего. Знаете, у нас было батюшка, ограбил епископ. Снял с него все. И рясы, и крест серебряный. По сегодняшний день не отдает. И судиться нельзя. Друзья, закон запрещает. Марка 10, 37, 39. Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую сторону. В славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете чего, просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и крестить, и крещением которым я крещусь? Они даже минуты не подумали, можем. Как же это сможешь? То есть ты понимаешь, что уже крещеные вы. О каком крещении даже не знают. Настолько сильная жажда была власти. Рядом с Иисусом были, но он-то помыслы знает. Надо молиться об этом, чтобы в простоте умереть. Не быть только начальником. А ты бы согласился советником у кого-то, у начальника. Может быть, согласился бы. Да и то подумал бы. Ведь отвечать за каждую душу придется. Если одна душа погибнет по твоей небрежности, о пастырь. Тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. Ибо за нее умер Христос. Филиппийцам 2, 3, 5. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию. Почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Это не сложность, не какая-то высшая математика и прочее. Не делай ближе, у чего себе не желаешь. Раньше этих мыслей даже не допускали. Как так? Это его дело, это моя карьера. Я добиваюсь. Все по-другому. Ему выгодно это будет или не выгодно. А ему не будет ли от этого худо. То есть это все надо просчитывать. А особенно в глазах людей не поносится ли имя Господне. А как это смотрят? Потому что мы не должны, говорит, иметь нарекания от внешних. Бывает, человек невиновен, а на него нападает. Ну такая малая идет. Это препятствием является для рукоположения, чтобы имел добрые отзывы от внешних. Так они несправедливо говорят, знает Павел это. Но это остается на тебе. Они уже сразу говорят, священником поставили. А он какой? Тебе никогда не доказать. Пока побудь на другой должности. Экономом, еще какую-то должность. Нельзя. Надо учитывать. Мнение внешних нас не интересует. Но их мнение влияет на других. И поэтому надо посмотреть. Гожусь я для этой должности или не гожусь. Кремлиновам 12.10. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Люди спрашивают иногда. А у вас есть любимчики? От кого-то вы больше любите? У Христа даже были любимчики. И у Бога есть любимчики. Якова возлюбила, Исаава возненавидела. А когда они еще не родились? Ну явно, что несправедливо. Когда ни одно часа не жили, а уже на одном стоит как бы печать отвержения. Не тебе рассуждать это. Бог знает это. Исаав может быть в раю. Надо согласиться с тем, что Бог нам дал. Бог ничего не делает, не открыв рабам своим. Он нам открыл, что грядут вот эти страшные времена на землю. И ты к этому приготовься. Научи ценить то, что есть. С ближними рассуждая о скором пришествии Христа. И мы проповедуем о грядущем. Грядущем, то есть Христа, который вот-вот придет. Мы должны говорить, оно все близко и рядом. Предупреждаю, чтобы день тот не застал нас спящими. Это не было для нас внезапностью. Мы знаем, что это занаряжено уже. Это обязательно будет. Мы как-то к этому готовимся. Даже летом жара такая. Но мы знаем, впереди еще зима холодная. И начинаем как-то готовить все. Впереди пришествие Антихриста. Будет преследование. Никакого уважения к религии не будет. Одна будет религия. Все остальное будет сметено. Я все думаю, как он поладит Антихриста с магометанами, с мусульманами. И как сумеют они поладить Китай столько времени. И вдруг слышу сейчас отзывы от ТОНа. Уже все к нему слагаются. Все склоняются туда. Китай заявляет, первый уже буквально входит. Это все просто делается. Кое-что подменят. У них свои тоже учителя. Они немножко подправят. Скажут, обрезывайтесь. Это правильно. Но только надо понимать, что Мессия это вот ТОН. Но все они, которые сегодня разные, все они будут единодушны против христиан. Истинно. Поэтому не думать надо о том, какое место занять. Но в славе Божьей, чтобы войти. Почему? Святой говорит. Желаю быть у порога в Доме Божьем, нежели в шатрах нечестия. У порога в Доме Божьем с той стороны, чтобы зайти. И поэтому в молитве нужно говорить. Я так думаю. Ангел Господень, помоги мне в смертный час прославить Тебя. Проведи меня по мытарствам. И введи в Царство Христа Бога нашего. Аминь. Аминь.